Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным в студии Юлия Зыкова. История с огоньком. Пожар произошел сегодня утром в Политехническом колледже. Спасателей вызвал комендант. Как выяснилось, загорелся утеплитель труб в помещении теплоузла. Из-за угрозы задымления учебных аудиторий сотрудники МЧС вместе с работниками администрации колледжа эвакуировали из корпуса 360 человек. Пострадавших нет. По предварительной версии, ЧП произошло из-за нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ. Где в городе можно увидеть восстание машин? Какую улицу водителям лучше объехать? И как столица принаряжается ко дню независимости? Знает наш дежурный по городу Ольга Власовец. Не проехать, не пройти. На Якуба Колоса тротуары забиты до отказа припаркованными машинами. Водители, забывая прохожих, бросают свой транспорт, где попало. Пешеходам же приходится пробираться через автоджунгли, проталкиваясь между стоящими вплотную машинами. Четырехколесный транспорт вдоль и поперек перегораживает дорогу горожанам и меняет их привычные маршруты. Могу сказать, что да, неудобно ходить. Машины стоят, приходится ходить чуть ли не по дороге. Хотелось бы, конечно, чтобы в районе какой-то имели к прохожим. Столица заиграла яркими красками. Город облачился в праздничный наряд. Столица готова встретить День независимости. На Октябрьской площади уже установили огромное праздничное панно и стильные консоли с белорусской символикой. Алый цвет убранства городу очень идет. Особый шик праздничному наряду придают красочные растяжки и пестрые флаги. Очень оригинально, красиво. Каждый год здесь всегда красиво. Обновление столичной магистрали. На Брилевской идут ремонтные работы. На этой улице активный автомобильный трафик. Дорожное покрытие не выдержало и прогнулось под колесами транспорта. Столичные службы оперативно отреагировали на проседание асфальта. Проблемный участок вырезали, залили и укатали. Дорога стала ровной и гладкой. Теперь водители могут спокойно двигаться по магистрали, не беспокоясь за свою подвеску. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт ctv.buy в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии единица 600-700. И помните, нам важны подробности. Приятный бонус к празднику. Более 200 предприятий бытового обслуживания столицы предоставят льготы для ветеранов. Скидки на различные услуги составят от 10 до 100%. Дешевле обойдется ремонт швейных изделий, обуви, а также химчистка и стрижки. Кроме того, в 18 библиотеках города будут созданы клубы для общения пожилых людей. В эти дни мы будем чествовать долгожителей, юбиляров. 95 лет, 100 лет у нас даже есть сегодня человек, житель Фунгенского района города. Мы оставим его фамилию за кадром, для того, чтобы это был сюрприз для человека. Ему 1 июля исполняется 100 лет. В канун такого знаменательного дня для страны мы поедем к нему домой, чтобы поздравить человека. Не стареют душой ветераны. Боевые друзья и подруги встретились сегодня в стенах Дворца культуры ветеранов. В уютной обстановке генералы, офицеры и труженики тыла вспомнили молодость, рассказали о боевых подбегах, спели фронтовые хиты и дали напутствие молодым. Особенность данного фестиваля, который мы открываем, то, что он посвящен прекрасной дате 70-летнего освобождения нашей республики. Поэтому цель фестиваля – приобщение ветеранов к культурной жизни, воспитание нашей молодежи. Ну и, конечно, показать, что ветераны полны энергии, полны жизненных сил. Народный коллектив «Мужской хор ветеранов войны и труда» города Великие Луки Псковской области прибыл на это в очень важные торжественные мероприятия нашей родной республики Беларуси. И мы очень горды тем, что нам оказана такая честь, и постараемся принять в этом мероприятии самое активное участие. Идеи из крючка. Карп, карась и щука помогут столичным экологам бороться с загрязнением столичных водоемов. Питаясь водорослями, рыбы оздоровят воду и сделают береговую линию более эстетичной. Зарыбление начнется осенью. На эти цели из городского бюджета уже выделено около 100 миллионов рублей. Запретов для любителей посидеть с удочкой водить не будут. Главное, на рыбалке не нарушать действующих норм. Столица готовится к празднику. И в сегодняшнем опросе наши корреспонденты узнали, как меньчане оценивают украшения города к 3 июля в этом году. Праздничное убранство, очень красивое, очень много транспарантов, плакатов, призывающих к празднованию этого праздника большого. Город очень красивый, нарядный. Очень хорошо, очень красиво и очень все нравится. Мы приезжие и нам очень понравилось. Мы в прошлом году здесь были, ну конечно, не в это время, а сейчас, ну просто великолепно. Видно, что это праздник и загодя, очень задолго до праздника. Ну вот, флаги по всем улицам. Мы, кстати, живем в Октябрьском районе и там тоже все время очень украшается. Я с Витебска приехала, поэтому для меня тут все красиво, все ново. Вижу, что все площади ярко украшены и чувствуется праздничное настроение. Прекрасно. В общем-то, флаги – это здорово. Незабудки – это ваш, наверное, бренд. Ну и вообще город чистый. Меньчане молодцы. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Юлия Зыкова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова